Девушки отдыхают Так что обсудить ее, я считаю, стоит. Пусть это и Европа, и Великобритания, но все-таки забывать о Европе не будем. Я привычно благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска. Итак, Роджер Скрутон, один из ведущих философов в мире, ныне здравствующих, пожалуй, главный консервативный философ Британии, а возможные Европы. И объект, как нетрудно догадаться, особой ненависти левых всех мастей. Собственно говоря, для Скрутона это не новость, так как еще давным-давно, в 85-м году, издал он книжку с замечательным названием, в русском переводе примерно «Дураки, мошенники и смутьяны», в которой он разбирал всех модных левых философов, и европейских, и американских, и кого угодно. Тогда эта книга чуть не стоила ему вообще-то академической карьеры, да можно сказать и стоила, потому что он все-таки вне академического мира Британии существует. И в издательствах с ним очень долго не хотели вообще работать, но Скрутон себе не изменил, остался консерватором, к счастью. А книга, кстати, не так давно была переиздана, в 2015 году, с дополнениями всем ее рекомендую, как и статьи и выступления Скрутона, которые регулярно мелькают. В этом году философ отметил свое 75-летие, и так получилось, что позвали его в правительственную комиссию, связанную с архитектурой, так как Скрутон еще и специалист по культуре, музыка, архитектура, обо всем пишут со знанием дела. В принципе, пост достаточно декоративный, даже неоплачиваемый, но, тем не менее, пригласили его в эту самую архитектурную комиссию. И тут же подсуетился левый журналист Джордж Шитон из издания New Statesman, который взял интервью Скрутона и опубликовал его. Знаете, есть такой очень распространенный, тут даже не только левые этим, к сожалению, злоупотребляют, а такой ход, когда вы читаете не интервью, то есть вопрос-ответ, вопрос-ответ, а реплики интервьюируемого с комментариями автора. И таким образом можно, ну, все что угодно, какие угодно реплики сохранить, какие угодно комментарии сделать и как угодно это интервью выставить. И, соответственно, Итан поведал нам, вставив нужные реплики о том, что Скрутон антисемит, исламофоб, гомофоб, расист, и, к тому же, ненавидит китайцев, так как считает, что они все одинаковые. И вот это интервью вбросил, плюс еще его озвучил в Твиттере звонкими рекламными фрагментами. Сразу же публика вознегодовала, консервативные политики, я имею в виду принадлежащие к партии консервативной, выступили с суровым осуждением, даже казавшимся неадекватным Том Тугенхед, например, Скрутона спешно уволили, и Итан опубликовал свою фотографию, какой он там счастливый, с бутылкой в руках, и благодаря ему изгнали расиста и гомофоба. Дальше, однако же, к счастью, Скрутон и его коллеги британские права это дело не оставили, и начали объяснять, что и как. Скрутон опубликовал собственную статью, где категорически отказался, естественно, извиняться, и объяснил, что он говорил на самом деле. А Даглас Мюррей, журналист, один из лучших британских, он даже добыл себе запись этого самого интервью и опубликовал его подробный разбор. Так вот, Скрутон, конечно же, никакой не антисемит, он человек дружественный в Израиле, он известный критик, и к вопросу о его оппонентах, помните, был такой мутный джентльмен, как Саид, якобы палестинец. Так вот, в Иерусалиме, кстати, даже у него много друзей у Скрутона, я имею в виду, и даже предлагали провести митинг его поддержку, но он отказался. Так вот, из какой он не антисемит, все, что он сказал, это то, что в Венгрии действительно многовато организаций Сороса, и то он, Скрутон, рекомендовал венгерскому премьеру их не разгонять и не закрывать, кстати говоря. И более того, Скрутон в интервью сказал, что в Венгрии достаточно глубоко корни как раз антисемитизм пустил, и что евреи, поэтому живущие в Венгрии, вполне могут опасаться, имеют полное право опасаться, что этот антисемитизм вернется. Чтобы подать эти слова Скрутону как его собственную антисемитскую позицию, ну, надо обладать, конечно, извращенной фантазией, но у левых она есть. По поводу исламофобии, все, что сказал Скрутон, это то, что само по себе, само понятие исламофобии, оно было вброшено братьями-мусульманами, небезызвестной организации, для того, чтобы компрометировать и разоблачать, якобы, своих врагов и провоцировать их, если угодно, что, в общем-то, тоже факт. Что касается китайцев, то Скрутон говорил о том, что коммунисты делают из китайцев совершенно одинаковые копии. Более того, он там еще, да, исламофоб, якобы, упомянул, что, к тому же, в Китае преследуют и другие конфессии религиозные, в том числе и мусульман. Так что ни с какой стороны ни одно обвинение, как видите, не подтвердилось. Скрутон, разумный человек, который знает историю, знает, что исламофобия, по большому счету, пустой звук, знает проблемы с антисемитизмом, действительно, в Европе и Венгрии в частности. Орбана он тоже знает, но к нему настроен во многом критично. И по коммунистам из Китая, ну, здесь любой адекватный человек, который понимает, что такое коммунизм, с ним согласится. И вот получается, что британский философ говорит вещи совершенно очевидные и бесспорные, но их подают так, что поднимается шум, его увольняют и так далее и тому подобное. При этом я абсолютно уверен, если бы Скрутон, например, рассказывал о происках сионистов в Израиле, говорил о том, что капитализм, не знаю, делает людей одинаковыми, и наоборот всячески восхвалял Сороса о его еврейских критиках, и таковы и есть, критиковал сам, в свою очередь, то его бы интервью левые восславили, несмотря ни на что. А так, видите, он затронул несколько болевых точек, сам того не желая, скорее всего, потому что Скрутон говорил с позиции адекватного, разумного человека, и что получилось. По большому счету, конечно, это увольнение, оно для философа ничего не значит. Это потеря для британского правительства. Но это такой сигнал для всех. Мы уж привыкли, что из Европы в смысле свободы слова все меньше и меньше положительных новостей приходит. И Британия, которая, ну, по большому счету, можно считать прародительницей свободы слова вообще, конечно же, Америка его укрепила и сделала одно из самых главных направлений в своей политике, но не будем забывать и Британию тоже. Так вот, видим, что сейчас свободу слова в Британии, увы, переживает не самые тяжелые, не самые лучшие времена, времена тяжелые, и происходит все это благодаря левым. А итог же все этой безрадостной, в общем-то, истории подвел сам Скрутон, сказав, что единственная ошибка, которую я сделал во всей этой истории, это то, что думал, будто бы левых можно воспринимать как адекватных людей, с которыми можно вести диалог. Но, видите, здесь Скрутон снова абсолютно прав, и это лишнее напоминание для всех нас, что, увы, левые не те, кто воспринимает позицию здравомыслящих людей, левые, к сожалению, ну, а может, и к счастью, чтобы избавиться от иллюзий, не те, с кем можно говорить как с здравомыслящими людьми. И вся эта история из Британии как раз лишнее тому подтверждение. Ну, и здесь я этот фрагмент, сегмент, пожалуй, закончу. Если Сергей что-то добавит, с удовольствием передам ему слово. Давайте мы перейдем к следующей теме. Это 25 лет после Никсона. Да, год у нас, получается, связан с 37-м президентом вообще довольно тесно, для любителей дат, потому что 50 лет, как он начал свой президентский срок, 69-й год, 45 лет, как его отставка случилась, и 25 лет, вот как раз на прошлой неделе, как Никсона не стало. Ну, что касается Утергита и отставку, то это я сегодня оставлю за скобками, так как это слишком обширная тема, и, наверное, в августе к ней вернемся, как раз к 45-летию его отставки. А пока в общих чертах, насколько это получится, вспомним основное наследие Никсона, и то, что произошло вот за эти 25 лет, какие его предсказания сбылись, какие его действия до сих пор остаются важными и актуальными. В общем и целом, Никсон это человек, так скажем, он очень интересный, но я бы не назвал его, скажем, лучшим президентом 20-го века, это скорее Кулич или Рейган, безусловно. Однако он, Никсон, я имею в виду, безусловно, самый интересный, и не только в 20-м веке, а, возможно, и во всю историю президентства, один из самых интересных для изучения людей. Он, фигура, конечно, трагическая, потому что все время оставался в тени более ярких политиков, будь то герой войны Эйзенхауэр, будь то обожаемый прессой Кеннеди, или гораздо более последовательный и более, конечно же, обаятельный Рейган. Но при всем при этом заслуги Никсона не есть, как есть, к сожалению, и серьезные проблемы, которые его президентство, прежде всего, привнесло в политику. И разобраться в этом балансе, ну, тут даже не каждый критик, аналитик, историк может, до сих пор вокруг этой фигуры копии ломаются и будут ломаться. Ну, например, хотя я очень не люблю позицию «если бы», тем не менее, если мы посмотрим на три момента биографии Никсона, то увидим, что в определенном случае вся история и американского консервативного движения, и мировая история могли бы повернуться совсем по-другому. Скажем, если бы последовательный воин холодной войны, антикоммунист, разоблачитель шпиона Хисса последовательный, несмотря хотя против него было тогда все, человек, разоблачавший коммуниста в Голливуде, выступавший против разбухания правительства, чрезмерных функций профсоюзов, и критик и сдержек нового курса, если бы вот этот человек, сперва конгрессмен, а потом сенатор, не попал бы во власть, я имею в виду исполнительную, не стал бы вице-президентом, то, кто знает, возможно, мы бы получили другого лидера консервативного движения и, например, не узнали бы про Голду Уотера, да или про того же Рейгана, потому что человек с теми позициями, которые я перечислил, мог бы, конечно же, стать героем сложившегося в 50-е консервативного движения. Этого не произошло, он попал во власть, и скорее поэтому с консервативным движением у него отношения были, ну, сложные, потому что мы помним, консерваторы изначально были бы позиции как раз и Кейзенхауэру тоже. Если бы Никсон победил в 60-м, тоже трудно сказать, что и как бы происходило, однако, учитывая то, что он бы продолжал позицию и политику Эйзенхауэра, не пришли бы все эти идеалисты и младые реформаторы вокруг Кеннеди, то кто знает, что было бы, например, с Кубой, сохранился бы режим Кастро, и дошло бы дело до войны во Вьетнаме, скорее всего, нет, и не было бы всех этих жутких программ Джонсон. И, наконец, ну, произошло, что произошло. И, наконец, если бы Никсон не ушел в 74-м году, то, с одной стороны, мы бы, скорее всего, получили куда более консервативные его последние два года, у него там оставалось, да, еще 75-76-й, но, с другой стороны, возможно, мы бы не получили Рейгана, потому что, вероятнее всего, Никсон после себя бы оставил кого-то другого, вряд ли Рейгана, повторяю, с консервативным движением отношения у него были сложные, так что, видите, получалось, что своей карьерой Никсон во многом прочищал, расчищал путь более консервативным политикам, будь то Голд Уоттер или как раз Рейган. Но при этом, как я уже сказал, если рассматривать вот все эти ступени Никсона, то получается, что, наверное, его лучшее, что он делал, было, когда он работал в Конгрессе, потому что и в Палате представителей, и потом в Сенате, потому что тогда это был действительно человек, с позиции которого все было ясно. Я уже сказал, антикоммунист, противник разбухания правительства, противник чрезмерных функций профсоюзов, готовый проводить законопроекты, ограничивающие деятельность Компартии, противник чрезмерной федеральной помощи финансовому образованию и штатам вообще. Ну, вот так получилось, что стал он вице-президентом. И став вице-президентом, вот здесь, я-то полагаю, что, наверное, как вице-президент, Никсон был точно лучшим в 20 веке и одним, опять же, из лучших за всю историю. Потому что Никсон побывал практически, объездил весь мир. Никсон упрочил во многом положение Америки как лидирующие державы. И во время, например, своих путеше-поездок по Америке Южной, Никсон показал себя героем. Он выходил один против толпы, которую к тому же агитировали коммунисты. Выкрикивавшие антиамериканские лозунги были настроены абсолютно против него. Но он к ним выходил, он с ними разговаривал и даже ухитрялся привлечь их на свою сторону. Такое тоже было. И вот такой успешный вице-президент, став президентом, оставил наследие, ну, конечно же, смешанное. Здесь много тому можно искать причин и в характере Никсона, и в том, что все-таки его близость, истеблишменту, хотя он себя позиционировал, кстати, на выборах 68-го года как раз как аутсайдер. Но то, что он в этом истеблишменте побывал, ему помешало. И то, что на него все-таки сильное влияние оказывали, ну, и сам по характеру, он был достаточно такой мрачноватый одиночка. И его дружба с Витакером Чемберсом тем самым, и Генри Киссинджером. Кстати, Киссинджер, что интересно, ему как раз предложили консерваторы. Это была серьезная ошибка и консерваторов, и Никсона. Я считаю, Киссинджера не надо было к себе приближать. Более того, Никсон к нему был настроен-то тоже недружелюбно, но вот почему-то под его влияние попадал. Так вот, позиция Чемберс и Киссинджера была слишком пессимистичной. И они исходили из того, что Америка выиграть борьбу с коммунизмом не может, и вот это во многом проецировалось и на политику Никсона тоже. Потому что, в общем и целом, и в политике внешней, и в политике внутренней, Никсон стремился не столько победить наследие либералов, если мы говорим о политике внешней, и не столько одолеть коммунистов и коммунистические режимы, как это было в политике внешней, сколько добиться какого-то такого баланса и мира, мира, да, с честью для своей страны. И, конечно же, у Никсона не было никаких иллюзий ни о китайских, ни о советских коммунистах. Но, тем не менее, вот это его стремление к сбалансированной политике и к некоему такому статус-кво, если хотите, оно на тот момент сыграло, пожалуй, дурную шутку и с ним, и со всем миром. Да, можно понять, почему он так себя вел. Когда Никсон пришел к власти, то обстановка в Америке была, конечно же, устрашающей, действительно так, и бунты в городах, и подъем насилия, и из-за деятельности либеральных судей взрыв преступности, война во Вьетнаме, и действительно, ну, наверное, если бы с точки зрения Никсона, если бы он взялся решительно за действия по ликвидации великого общества Джонсона или более решительные действия и во Вьетнаме, хотя он их пытался предпринимать и против коммунистов в Европе и где угодно, то ему было бы тяжело, тем более против него был огромный бюрократический аппарат, так что это мы держим в памяти. Тем не менее, конечно же, консерваторы были разочарованы, и можно понять, почему, когда в первый свой срок Никсон отказался от свертывания программы великого общества Джонсона, а напротив, многие из них стал развивать, продолжать, и хотя не был особенно дружелюбно настроен по отношению к экологическому законодательству, тем не менее, создал организации и новые агентства, которые во многом, напираясь на якобы экологическую озабоченность, продолжили правительственное регулирование. Никсон был против квот и вот этого самого Affirmative Action, это витало еще и при Эйзенхауэре, и при Кеннеди, но так получилось, что при нем эта политика стала проводиться действительно. Никсон по своим взглядам, по своим убеждениям, да, был консерватором, но он побаивался серьезных контактов с консервативным движением, видя в нем экстремистов, что было, конечно же, его ошибкой. Поэтому, хотя в его окружении были такие люди, но тот же Бьюкеннон на тот момент еще был адекватным, более такой умеренный, но скорее консервативный Сэфайр, но старался он привлечь и здравомыслящих, по его мнению либералов, вроде Мойнихана, что можно было понять, но что, с другой стороны, опять мешало его последовательной консервативной политике. И будучи абсолютно противником, например, контроля за ценами и зарплатами, он даже это ввел, считая, что если этого не сделает он, то это приведет Конгресс, преимущественно демократический, и что таким образом ему Конгресс Конгресс все испортит, а Никсон, по крайней мере, будучи самым человеком консервативных взглядов, ну не даст этой политике продолжаться долго, он ее ведет на определенный срок и потом постепенно от нее откажется. Однако, ну как любое регулирование государственной экономики, это все обернулось против него. С судьями тоже получилось у Никсона не очень, так как, хотя он и пытался назначить судей более консервативных и избавиться от наследия суда Уоррена, но так получилось, что из назначенных им судей, ну только Ренквист был консервативным, и Пауэлл, и Бергер, они были, так скажем, умеренными, Блэкман оказался вообще одним из самых либеральных судей. Если переходить в политику внешнюю, где разочарования и действия Никсона вызвали едва ли не больше, то главное это то, что он пошел на контакты с Советским Союзом и с Китаем. Для Никсона опять тут все было понятно, ему надо было выкарабкиваться из-за Вьетнамской войны, а Конгресс, демократов, которым были, постоянно срезал военный бюджет и постоянно, к тому же, давил на Никсона, ограничивая его полномочия в области ведения войны, все это было, и здесь Никсону надо было лавировать между Конгрессом и нуждами страны, поэтому, да, его риторика в Китае, например, это даже для меня один из худших моментов, потому что сравнивать китайских коммунистов с отцами-основателями, это катастрофа была абсолютная, даже Трамп в Хельсинки был получше, чем Никсон в Китае, и с Тайванем было тоже до сих пор спорят, что и как, одни считают, что Никсон пожертвовал Тайванем, другие, и что он все-таки сохранил все основные договоренности, и остались он президентом, верность Тайваню была бы сохранена, но тут мы уже этого никогда не узнаем. Тем не менее, тоже на тот момент открытие Китая, оно себя оправдало. Никсону удалось выйти из Вьетнама и выйти, в общем-то, с наименьшими потерями, так как была сохранена независимость Юга, и по большому счету Никсон войну все-таки выиграл, если мы исходим из того, что он добился пресловутого мира с честью. Ну и да, с Советским Союзом отношения были налажены более-менее, хотя сам Никсон потом говорил, что вот эта самая разрядка, которая потом продолжилась при Форде, он ее видел совсем другой, и по его мнению, она должна была сопровождаться рядом более жестких мер, которые Форд реализовать не смог. Но, как замечает Жан-Франсуа Ревель, знаете, я на него часто ссылаюсь, да, если эта политика была, в главе ее были хорошие идеи, но она себя не оправдала и не остановила коммунистическую экспансию, то, к сожалению, она, увы, скорее заслуживает критики. Ну вот, и перечислив Никсоновские проблемы, прежде всего, как я уже сказал, и в политике внешней и внутренней, все-таки не будем забывать о его достижениях, и достижения были. Во-первых, Никсон стал тем кандидатом изначально, который собрал очень сильную коалицию, его поддерживающую. Это были и консерваторы, пусть они выступали против него, но потом поддержали, я имею в виду, его второй срок. Это были и демократы, разочарованные в поливении партии, которых Никсон перехватил у того самого Уоллеса. К Уоллесу ушли расисты-демократы, к Никсону ушли консервативные демократы. У Никсона была поддержка, кстати, и среди меньшинств, поэтому людей, которые устали от большого правительства и от централизации, Никсон действительно вокруг себя собрал, это его плюс. А Никсон начал избавляться, пусть у него это не во всем получалось, но он начал избавляться от чрезмерной централизации, он начал политику федерализма, которая давала большую свободу штатам в распоряжении средствами, а Никсона, вот тоже та же самая его история с судьями, да, получилось спорно, но вообще-то Никсон был первым, пожалуй, президентом, который указал на опасность юридического активизма, так как он сам был юристом, и указал на то, что судьи должны Конституцию трактовать и не переписывать. То, что на тот момент не было еще такой четко сформировавшейся школы юридического оригинализма, но это неправильно, тут мы Никсона не можем винить, но зато заметим, что в глубинах Никсоновской администрации в 1972 году появился начинающий юрист по имени Антонин Скалия, так что, как видите, здесь тоже без Никсона не обошлось. Так что, все-таки здесь президент придал определенную направленность нужную, которая потом дала нам и Скалия, и Томаса, и многих других современных оригиналистов. А Никсон, к тому же, действительно собирал вокруг себя много талантливых людей, которых мы до сих пор можем видеть. К сожалению, да, были у него ошибки вроде Киссинджера, ну и Бьюкен, он спорный персонаж, но в администрации работал Шульц, который потом был госсекретарем при Рейгане и госсекретарем успешным, был в Белом доме такой начинающий практикант-юрист, как Джон Болтон, всех их действительно притягивала политика Ричарда Никсона. А при Никсоне, к тому же, если мы продолжаем политику внутреннюю, все-таки был достигнут баланс, было достигнуто хоть какое-то спокойствие внутри страны, он отменил призыв и сразу же резко спали антивоенные демонстрации, ну и преступность, да, она была в 70-е проблемной, но все же сбить то, что происходило в конце 60-х Никсону с его политикой, закона и порядка, безусловно, удалось. И в конце уже, в свой второй срок, Никсон начал пытаться, во-первых, он заявил, что все программы правительственные не работают, он начал замораживать средства, уходящие на эти программы, порядка 100 программ он остановил президентскими указами. И он начал масштабную реформу бюрократии, потому что видел, что она ему мешает. Он хотел создать четыре таких больших параллели, которые бы подчинялись президенту и которые бы выстраивались по президентскому усмотрению. Тогда многие это объявили, да, чуть ли не имперским президентством, но, по мнению Никсона, это была возможность избавиться от демократической бюрократии, которая была, превалировала, а так он бы пытался, он бы смог привлечь, ну, если не республиканцев, которые в правительство шли все-таки неохотно, то, по крайней мере, хоть сколько близких себе людей. И было в планах у Никсона и добиться того, чтобы ему удалось забрать целый ряд важных функций у Конгресса, прежде всего в вопросах, конечно же, внешней политики. Но вот как только начались эти его попытки реформировать бюрократию и себе вернуть целый ряд полномочий, вот тут как-то сразу случился Уоттергейт, что, как я и говорил, у меня, например, до сих пор вызывает ряд сомнений. Но Уоттергейт мы оставим с вами до августа, повторяю. В политике внешней, да, я уже сказал, что здесь многое можно критичного высказать в адрес Никсона, но все же на тот момент открытие Китая себя, повторяю, скорее оправдало. С Вьетнамом тоже получалось, что Никсон своего добился. И то, что важно для меня, то, что Никсон первый тоже президент республиканский, который развернул партию окончательно в сторону Израиля. До того консерваторы и многие республиканцы, да, они к Израилю, я уже об этом рассказывал, были у них тоже связи давние, но, пожалуй, только при Никсоне был достигнут тот союз республиканцев в Израиле, который продолжается и по сию пору. И у него были прекрасные отношения с Голдой Мейер, и с Бен Гурионом, и с Рабином. Рабин так даже и в Израиле выступал за то, что надо поддерживать Никсона на выборах 68-го и 72-го. И в своих выступлениях Никсон неоднократно подчеркивал, что на Ближнем Востоке всегда баланс сил должен быть в сторону Израиля. Ну и напомню, что во время войны судного дня именно Никсон действительно пришел Израилю на помощь. Поэтому здесь его, это, пожалуй, самое главное его достижение, по моему убеждению, во внешней политике. И вот, как видите, из всего этого сочетания плюсов, минусов, попыток Никсона улучшить что-то, которые, может, не в чем-то получались. Я все же считаю, что хотя, повторяю, он не Рейган и не Кулич, но то, для чего он приходил, он сделал. Он страну успокоил, он из лишества Джонсоновской пары Кеннеди сбил, сминимизировал, и какого-то мира ему добиться удалось. Остальное, да, пришлось выполнять уже Рейгану, более последовательному, с более четкой позицией, и которому не мешали Никсоновский пессимизм и чрезмерная рассудочность. Но что восхищает в Никсоне меня, это то, что человек, который столько раз проигрывал, который столько раз был бит жизнью и серьезно, он все равно находил в себе силы вставать и продолжать борьбу. И поражение 60-го он вернулся, и поражение, я о нем не говорил, но оно тут не очень, пожалуй, сегодня важно, 62-го года, это выборы губернатора Калифорнии, когда он заявил, что все, да, вы больше не будете издеваться над диком Никсоном. И травля, которая была против него еще, когда он работал в Конгрессе в связи с делом Чемберса, и Оттергейт, казалось бы, его уничтоживший, но нет, он возвращался, он после Оттергейта, ему там и со здоровьем были проблемы, но он снова вернулся, и его книги, его речи годов уже 80-х и начала 90-х, но они для сих пор для многих являются образцом прежде всего внешнеполитического анализа, и действительно то, что Никсон говорил, это и на сегодняшний день актуально. А Никсон, например, ну вот три я отмечу его направления, которые следует помнить, одно следует помнить, два себя оправдали. Это по Ближнему Востоку, я не скажу, чтобы у Никсона там была бесспорная позиция, он, ссылаясь, правда, на Бен-Гуриона, с которым был дружен, считал, что Израилю следует следовать политике мир в обмен на земли, здесь Никсон был неправ, по моему убеждению, но Никсон всегда говорил, что нельзя допускать создание палестинского государства, Израилю не нужно вооруженное до зубов террористическое государство рядом с собой, а то и внутри себя. Здесь Никсон абсолютно прав, и его следует слушать республиканцам и не только. Далее, в начале 90-х побывал, Никсон много бывал в России, в 92-м он точно предсказал, что если в России не удастся сохранить демократию, то мы получим новую модель деспотизма, которая не будет коммунистической, будет опираться на старом помеси старого деспотизма и современным национализмом, и люди будут готовы пожертвовать своей свободой для видимости безопасности, этот национализм станет более дестабилизирующей силой в мире, чем коммунизм. К сожалению, это происходит, мы видим. И то, о чем говорили очень многие, и вот здесь это была одна из самых серьезных моих ошибок, то, что я к Никсону не прислушался, но мы помним, в конце 80-х Никсон отправил одному бизнесмену письмо, где написал, что уверен, да, моя жена видела вас по телевизору и уверена, что вы станете президентом. Как вы знаете, этого бизнесмена звали Доналд Трамп, и я про это письмо знал, и мне, конечно, следовало к нему отнестись более серьезно. Ну, а я же завершаю этот сегмент про Никсона, завершаю на сегодня, потому что тема, повторяю, огромная, и к ней мы еще будем возвращаться. Такую историю вам расскажу, которую я очень люблю. У Никсона были проблемы с прессой, она его всегда не любила, да и сейчас не любит. Однако был такой эпизод в 92-м году, Никсону почти 80, он вернулся из России и давал пресс-конференцию, где на протяжении часа, повторяю, человеку почти 80 лет, не заглядывая в бумагу, не путаясь в фамилиях, а фамилии русские и людей с ближнего зарубежья очень тяжело говорить, как вы уже знаете, да еще для человека, для которого этот язык не родной. Так вот, он час рассказывал журналистам, что происходит на постсоветском пространстве, ни разу не запнулся, ни одну фамилию не перепутал и ушел под бурные аплодисменты. Однако по дороге к машине он повернулся к своему помощнику и сказал, ну, знаете, русский перевод, он не очень судзурный, я лучше по-английски скажу, «The still a bunch of shit». Это хорошая позиция, это боевой настрой Никсона, за который его стоит уважать. Ну, я здесь, наверное, прервусь, так как уже и рекламе пора, и если Сергей что-то добавит, то с удовольствием передам ему слово. Да, мы обязаны просто уступить место рекламе. Мы немножко задержались.